Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вы знаете, в Германии провели небольшой опрос среди жителей Берлина о том, как они относятся к тому, что канцлер Шольц не поздравил московского предводителя Путина с фейковой победой на РЗАЦ-выборах, на недовыборах. И в принципе мнения практически всех жителей Берлина были более-менее единодушны. В том плане, что это диктатор, выборов там не было, это все было без выбора, не было политических конкурентов, того он убил, этого устранил. Ну то есть вот в таком разрезе они отвечали, что это и выборами нельзя назвать, поэтому поздравлять диктатора было абсолютно не с чем. И соответственно в общем и целом большинство сходилось в том, что Шольц прав. Все, кроме одной, вот одна там была такая особо умная особь, и она сказала, как? Это же грубо, это не дипломатично так сделать, ведь там же были выборы, там была честная борьба. И потом так, ну я же русская, я же русская. То есть ей нравятся вот эти выборы. При этом она живет в Германии. И в эту лапотную Лаптистан возвращаться почему-то не хочет. И вот теперь возвращаемся опять к этим выборам, к этим очередям. Да, частично там стояли сторонники Навального, они голосовали, они были дураки, что принимали участие и так далее, и так далее. Но они хотя бы голосовали против. Но там же было и вот во всех европейских столицах, и в других столицах, где там они живут, в Штатах, в Бразилии, в Аргентине и так далее, там было изрядное количество людей, там кое-где 30%, кое-где и 60% тех, кто проголосовал за Путина. То есть эта публика живет в нормальных странах, пользуется всеми их благами, так сказать, живет, наверное, неплохо, неплохой жизнью. Во всяком случае, возвращаться в вонючую Россию они абсолютно не хотят, чтобы жить в каком-то бараке разваливающемся, да, где-нибудь там под Иркутском или еще в каком-то войне. Туда они не хотят, нет, возвращаться ни в коем случае. Их дети тоже живут в этих странах, но они голосуют при этом за Путина. Это как вообще понять, при этом, что Путин хочет и мечтает уничтожить тот мир, в котором они живут. Вот как это объяснить? Это какая вот логика у этих, так сказать, людей, у этих, так сказать, индивидуумов? Я не могу это объяснить, да, это можно объяснить только абсолютным отсутствием логики и абсолютно, знаете, вот нельзя, можно, как говорится, вырвать человека из дерьма. Вы понимаете, откуда, да? Но вот, судя по всему, дерьмо из этого человека вырвать ни в коем случае невозможно. Спасибо.